Полезный город Мы помним нашим уважаемым слушателям, чем занимается компания «Магистраль», какие направления работы есть. Мы занимаемся на протяжении 15 лет грузоперевозками. Грузоперевозками автомобильными, контейнерными перевозками, железнодорожным транспортом. Также морской фракт. В этом году мы подключили еще речное пароходство. На данный момент у нас очень сложная логистика. Мы очень давно уже возим грузы. Они разнообразные. Металл, кабель, бумажная продукция, стройматериалы, ДВП, ДСП. В этом году очень усилилась восток и запад. На восток у нас Ямало-немецкий округ, Красноярск, Иркутск, Новосибирск. Вот та сторона. А в Европу это запад, Москва. И также усилилась вывоз экспорта в больших объемах. Даже несмотря на пандемию, наша фирма выросла. Я, во-первых, поздравляю с юбилеем в этом году. 15 лет – это отличная дата. Это уже говорит о том, что эта компания развивается действительно стабильно, успешно. Есть свой полклиентов. Я думаю, что будет еще больше. Да, надеемся. Примите наши поздравления. Скажите, 15 лет – это срок немаленький. Не так много компаний к этой дате подходят и подходят в том составе, в котором они начинали свой путь. Вот если вернуться тогда, на 15 лет назад, кто тогда был рядом? Какие тогда оставились перед собой цели? И что в итоге сейчас? Знаете, мы даже, можно сказать, в фирме смеемся. Просто у нас, когда мы начинали свою деятельность, верили только в свои силы и в одна вера. Те люди, которые пришли к нам, они до сих пор работают. Уже дети родились, и дети растут. Уже некоторые в институты поступили. Идем вперед. Эта команда очень сплоченная и очень компетентная. Я города своей командой. Скажите, тогда, 15 лет назад, все равно ведь есть мечты определенные, люди что-то планируют. Вот какой виделась вам компания? Пришли ли вы к тому образу вот той компании, которую видели тогда для себя? Ну, я хочу сказать, что это произошло мои ожидания. О, это отлично. Да, это произошло мои ожидания. Я очень довольна своим результатом. Но мы очень растем, развиваемся. Мы ездим в Москву на семинары, на обучение. Наши менеджеры тоже постоянно развиваются. Как руководитель я тоже принимаю участие во всех мероприятиях. То есть идем ногу со временем. Это очень круто. Ольга, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули в самом начале о том, что несмотря на пандемию, растет как раз число, наверное, грузов, которые идут на экспорт. По оценке Центра поддержки экспорта Кировской области, также было высказано такое же мнение, что в последнее время Кировская область очень интенсивно начинает расширять свои связи за границами и региона, и страны в целом. Да, это очень сильно чувствуется. Большой поток стал увеличиваться в Китай, значит, в Европу. Древесину, ДВП, ДСП, стройматериалы. Также металл, кабель. Металл, кабель очень усиленно идет на как раз-таки Германия, Шанхай, Китай. Вот очень сильно востребовано. В этом году очень сильно рост стоимости на древесину. И цена даже на внутреннем рынке уже, как говорят многие эксперты, приближается к экспортной цене, хотя там разница достаточно большая была. В связи с этим были ли какие-то изменения по грузоперевозкам по древесине? Или вот как она шла на экспорт, и она там еще больше пошла? Она как шла, так она еще пошла еще больше, большим потоком. Также и автомобильным транспортом. Автомобильным транспортом это в основном на запад Германия, Италия, вот в те страны Европейские, Союз. А вот в Китай вагонами и отправляют как раз вот эту древесину. Хотя ценник растет, но это никого не пугает, они берут большим объемом. Металл очень сильно вырос в цене, я не знаю, очень в гигантских ценах, но поток грузоперевозок увеличился. Ну то есть вы-то в принципе наоборот. Мы в тренде. Увезем все. Скажите, если туда увозят металл, увозят древесину. В прошлый раз я вас спрашивала, вы говорили, что в Китай, по-моему, увезли еще зефир, если я не ошибаюсь. Да, они сладкое любят. Что чаще электронику оттуда уже, например, если про Китай. А если Европа, что мы завозим тихонечко с Европы? Ну, с Европы мы в основном везем сырье на заводы, на комбинаты. Сырье для предприятия, бумажных комбинатов. Также сырье идет каучук на шинный завод. Появились ли какие-то новые направления работы, это, во-первых, и способы доставки либо логистики? Вот почему речной транспорт, и почему не было тогда, и почему в тренде сейчас? Ну, нас уже, клиенты выходят уже на нас сами. Можем сказать, 10 крупных предприятий наших в стране, вот один из них. У него такой был заказ, что с Москвы нужно увезти металл, дала бытнанги. Получается, что мы грузим на автомобиль, с автомобиля перегружаем на контейнер, с контейнера по ЖД-дороге перегружаем снова на автомобиль, приезжаем на паром река Оби, и там с парома мы используем речной транспорт. В этом году мы подключили речной транспорт. То есть, кроме того, что у нас автомобиль, контейнер, морской фракт, мы еще подключили речной фракт. Вот, и тоже сложная логистика, но мы справляемся очень легко. Вот тогда следующий вопрос. Скажите, вот 10 дней груз, допустим, идет, мы его отправляем в точке А, ждем в точке Б. Случаются ли такие ситуации, когда по каким-то тем или иным причинам груз у нас потерялся? Вы знаете, я хочу сказать, что 15 лет работы у нас до такой степени все отлажено. Страхование груза, ответственность перевозчика, заключаем договор, договор-заявку, юридически все оформляем. Наш клиент может спать спокойно. Ольга, у нас с вами есть добрая традиция. В конце каждого эфира я прошу вас рассказать какую-нибудь интересную, уникальную историю. Значит, 30-го у нас заказ, поступает заказ с Москвы до Кирова привезти шимпанское. 30-го декабря, чтобы оно было. 29-го числа декабря, 4 часа дня, нам поступает звонок от нашего водителя, я сломался. Мы в панике. Минус 35 на улице, как всегда, закон подлости. Мы все узнали, шампанское, которое везется в рефрижерате. Слава Богу, холодильник, где находится шампанское, работает. Я звоню клиенту сама лично и говорю, так и так, у нас сломалась машина. Мы сейчас все возможное делаем, что-то будем предпринимать. Он, конечно, в панике. Вы понимаете, у меня сейчас одна бутылка шампанское стоит. Значит, мы за эти 15 минут, 20, всей своей командой, вот я хочу сказать, профессионализм моей команды, сплоченности. Мы, давая обзванивать, поняли, что ремонтировать это долго, длинно. Мы обзвонили, нашли машину, замену, заменили. Свои машины у нас еще на подходе. Мы не успевали, взяли ту машину, которая давно уже в договорной основе. Кто-то уже 29-го, кто-то уже Новый год отмечает. Кто-то, да, уже отдыхает, он на заслуженном отдыхе. Но все-таки нашелся водитель, который нам, вот как раз-таки сплоченная команда, приехал. Все, мы договорились, что мы делаем. Мы едем всей командой сами. Вот сейчас я нахожусь в строгом наряде, в платье. Я валенки одеваю, одеваю пуховик. Все наши тоже, давай искать грузчиков, чтобы перегрузить машину. Грузчиков вообще не сыщешь днем с огнем. Нам говорят, что, какое, мы уже все отмечаем. Мы, давай собирать своих мужей, мужей друзей на машинах, на легковых. Выехали, грузовая машина туда пришла. Подчеркнуть, за 100 километров машина сломалась. Ей чуть-чуть не осталось доехать, 100 километров всего. Всю ночь мы, девчонки, грели чайники, термоса, светили фонарями, потому что темнота же была, ночь. Шла перегрузка 20 тонн. Это все мы суетились. И мужья, друзья, все помогали, перегружали. Водитель уже весь спал в машине в легковое. Где-то поспит, где-то встанет. Значит, все это организовали. И машину все перегрузили. Все, мы приехали, чуть-чуть поспали 2-3 часа. В офис приехали в 9. Приходит клиент на работу в 9 утра, и у него стоит груз. Спасибо огромное, Ольга. На такой ноте, я думаю, твердой и уверенной. Мы скажем спасибо вам огромное. Еще раз с юбилеем компанию «Магистраль». И всем слушателям говорю о том, что если у вас есть вопросы, если вам нужно, необходимо в срок быстро, качественно, и, самое главное, надежно доставить любые грузы, можете смело обращаться в компанию «Магистраль», которая находится в бизнес-центре «Кристалл» на профсоюзной 1, 15-й этаж, офис 15-14. Всем спасибо огромное.